В легком весе, в котором встречаются Давид Хачатрян и Кирилл Сухомлинов. Не берусь я предположить, кто выиграет. Хотя думаю, что, наверное, все-таки чуть больше шансов у армянского бойца. Чемпион Армении по Кей-1 2010 года. 12 боев, 10 побед, 2 поражения. Из Армении. Давид Хачатрян. Все армянские бойцы, с которыми мне приходилось сталкиваться, всегда отличались несгибаемым характером. Заставить армянина сдаться в поединке. Это задача не то чтобы из разряда нерешаемых, но очень-очень сложная. Ну и кроме того, физиологически они очень неплохие ударники, как правило. Соблюдаем правила. Внимательно слушаем мои команды. За сетку не хватаем. По затылку не бьем. За шорты, за перчатки не хватаем. Покажите красивый бой. Удачи обоим по углам. Так, через несколько секунд начнется главное событие турнира Pro FC 44. Продолжение следует... Продолжение следует... Красный готов. Синий готов. Бой! Низкую стойку исправили для начала поединка оба бойца. Бой! И первым нарушил молчание Кирилл Сухомлинов. И удалось ему провести сейчас достаточно красиво амплитудный тейкдаун. И пытается он не выпустить из удобной ему позиции Качатряна. Как подставляет Давид в голову. Сейчас ничего не пытается сделать. И сумел серию целую Сухомлинов провести. Крюков по голове Качатряна. Тем не менее, доволен угол Качатряна. Слышу я ободряющие крики Апресс. Снимаю. 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 Стоп! Вот здесь явно сейчас инициатива на стороне россиянина. Не получается у Качатряна встать. И только-только армянский боец предпринимает какие-то попытки подняться. Тут же Сухомлинов прижимает его вновь спиной к настилу клетки. Готов Сухомлинов сегодня реваншироваться. За то поражение, которое нанес ему в 2010 году Хачтрян, очень легкомысленно относится армянский боец в защите своей головы. Ох, какое попадание в корпус в исполнении Хачтряна. Чуть-чуть не попал он в печень Сухомлинову. Но уже опять доминирующая позиция у россиянина, хотя держит плотно шею россиянина Давид. Но вырвался Сухомлинов. И может он теперь исполнять граунд-энд-паунд. Как может блокировать сейчас Хачтрян руки Сухомлинова? О, обескураживающий первый раунд для армянского бойца. Ну очень-очень уверенно себя чувствует при борьбе в портере сегодня россиянин. И опять обнажает голову Хачтрян. Позволяет наносить серьезные удары. Зацепился пальцами ног Сухомлинов за сетку. Пытается оттолкнуться от нее. Но не получается у него сейчас выбраться. И Хачтрян занимает ту позицию, которая могла бы ему позволить продолжить атаку. Но уже теперь Сухомлинов вновь перехватывает инициативу. Испуганные глаза выглядывают из-под бедра Сухомлинова. Да, напряжен, конечно, Хачтрян. Хотя сейчас вновь у него удобная позиция для того, чтобы показать как минимум активность. Но этот раунд, похоже, он отдал 25 секунд. И успеть здесь что-то предпринять, наверное, уже не получится. Да, здесь только поработать, успеть мог Давид. Что он и сделал. Нанес несколько ударов, которые были частично сблокированы. Но вот отлично апперкот в исполнении Хачтряна. И выглядел Сухомлинов потрясенным. Но не настолько, чтобы упасть. Забрал Хачтрян концовку, но недостаточно для того, чтобы взять раунд. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну и второй раунд, в котором Хачтряна, если он хочет победить, нужно развивать тот успех, который он обозначил в концовке первой пятиминутки. Размашистая атака в исполнении Хачтряна. Не достигает цели. Вот сейчас навстречу. Вновь он попадает по голове Сухомлинова. Попадает Хачтряна. Зажал он сейчас у сетки Сухомлинова. Но тот сумел выскочить из очень неприятной позиции. И уже рассечение на лице россиянина. Как завелся армянский боец. И сейчас необходимо присутствие в клетке врача, для того, чтобы оценить состояние Кирилла Сухомлинова. Предлагаю сейчас Сухомлинову сделать подхват от переднюю ногу, когда Хачтряна идет вперед. Но психологическое преимущество сейчас явно на стороне армянского бойца. Жесточайшее попадание правой рукой на входе. Но Сухомлинов терпит. Молодец. Держится он после очень серьезных ударов в исполнении армянского бойца. И сам уже бросается вперед Сухомлинов. И не попадает он. Не попадает по голове Хачтряна. В отличие от армянского бойца, который холостые атаки сейчас практически не проводит. Хватила реакции увернуться от очередного апперкота Сухомлинова. Но очень медленно уже входы у него. Потому что те удары, которые он пропустил, заставили его устать даже больше, чем все остальные действия, которые он выполнил во всем поединке. Ни секунды не смущенным выглядит сейчас Хачтряна. И пытается он перейти на удушение сзади. Не совсем понятно, близок ли он сейчас к успеху. Не видно, легла ли у него рука на горло Сухомлинова. Не легла. Но посмотрите, как зажал он сейчас ногами. Корпус россиянина не дает ему выбраться из этой позиции. Контролирует спину. И будет проводить еще одну попытку удушающего. И пока, пока сумел Сухомлинов прижать подбородок к груди, не дает провести удушение. Ну, очень-очень тяжелая позиция сейчас для россиянина. И вот, похоже, все-таки сваливается, сваливается рука Хачтряна на горло Сухомлинова. Самое неприятное для россиянина сейчас то, что не может он выбраться из этой позиции. Отлично его контролирует армянский боец. Разбил все лицо Сухомлинову. И тянет, тянет чуть-чуть, пока не очень там плотный замок. Но уже идет давление на горло. И сейчас Сачтрян пытается отвлечь россиянина, чтобы тот сбросил хотя бы одну из своих рук подальше от горла. Но пока не дает такая тактика своих плодов. Но, тем не менее, Сачтрян продолжает контролировать ситуацию. Серьезное рассечение на лице Сухомлинова. Второй раунд явно за армянским бойцом. И сейчас он имеет шансы закончить досрочно поединок. Больше минут у него еще остается, чтобы все-таки провести это удушение сзади. Опять не легла у него рука как следует. Но зато перекрыл он сейчас нос и рот Сухомлинову. Дышать-то тоже невозможно в такой ситуации. Но прижимает, прижимает Кирилл Подбородок. Не дает завершить этот удушающий. И вот сейчас, похоже, он все-таки совершил ту ошибку, которая может стоить ему этого боя. Нет, молодец. Сухомлинов выдержал и теперь. Убрал одну из рук Хачтряна. Одной рукой задушить тяжело. Но Сухомлинов такое ощущение, уже немножко потерял ориентацию в пространстве. Слишком больших трудозатрат стоит ему выживать. Сейчас у меня такое ощущение, что кудуном пошли трибуны спорткомплекса Олимпийский, что в подмосковном городе Чехов поддерживают болельщики российского бойца. Ну и Хачтрян не успел, похоже, использовать эту прекрасную позицию, чтобы завершить бой во втором раунде. Но очень сильно он измучил Сухомлинова. Еле-еле россиянин в угол. И врач проводит там консультации с секундантами Сухомлинова. Поистине чемпионский бой мы с вами видим на кону пояс Pro FC в легком весе. Да, близок был действительно Хачтрян к тому, чтобы... К тому, чтобы закончить поединок. Сейчас еще нужно обработать рассечение Катманом Сухомлинова. Сейчас решающий раунд, от исхода которого зависит судьба всего боя. Я думаю, вы прекрасно слышите, как скандирует «Россия, Россия» болельщики на трибунах. Накал эмоций от боя к бою становился все больше и больше. И вот сейчас апогей в чемпионском поединке. Выжидает Хачтрян, готовит ударную комбинацию. Опередил его на этот раз у Хамлинов. Еще раз сумел пробить. Сильные удары коленями по бедрам Сухомлинова прилетают сейчас. Но это не то, на что должен делать ставку Хачтрян. Такой удар локтем у него прошел неплохой. Не хватает у Хамлинов вновь в скорости для того, чтобы достать своего соперника из Армении. Хачтрян сейчас контролирует ход поединка. Сумел оттянуться Хачтряна Сухомлинова. Пробил очень жестко. И значительно более свеж сейчас Давид. Попадает он левым боковым в голову Сухомлинова. Размашистый удар. И сейчас уже может себе позволить это Хачтрян. Потому что чувствует, что не так много опасности исходит от Сухомлинова. Отчаянно призывает угол россиянина поработать, поработать, побомбить, побросать удары. Но вместо этого Хачтрян делает это. Размашистый правый свинг. И ответ Сухомлинова не заставил себя долго ждать. Но тем не менее пока раунд за Хачтряном. Сухомлинов уже на автомате поддавливает соперника. Идет вперед. Но, к сожалению, для болельщиков российского спортсмена сейчас значительно больше разума видно в глазах Давида Хачтряна. Именно он сейчас ведет порединок. И отлетает голова после ударов Давида. Вот сейчас попадание левым боковым было в голову Сухомлинова. И казалось, что все могло закончиться. Но как терпит российский боец? Уже, я думаю, что не способен он понимать те рекомендации, которые идут ему из угла. Слишком много пропустил Сухомлинов. Уже на рефлексах, на инстинкциях сейчас работает россиянин. С наскока, с места, в комбинации, прямые, боковые. И все это делает сейчас Давид Хачтрян. Полностью завладел инициативой. И не может уже Кирилл Сухомлинов склиниться даже в размашистой атаке армянского бойца. Попытка прохода в ноги. Ну а что это дать Сухомлинову сейчас? Нет, не способен сейчас Сухомлинов что-то противопоставить Давиду Хачтряну. Полностью проигрывает он поединок. Хотя очень приличный первый раунд он провел. Но вновь отдает спину. И здесь можно уже не форсировать ситуацию. Можно уже не торопиться делать удушающий. Просто показывать активность. Зафиксировать Сухомлинова. И все закончится в пользу Давида Хачтряна. Совсем мало времени остается до конца поединка. И все складывается сейчас в пользу Давида Хачтряна. Хачтряна. Именно он близок к тому, чтобы примерить на себя чемпионский поиск ProFC в легком весе. Да, Сухомлинов выжат. Ну а Хачтрян свеж. Свеж ровно настолько, насколько можно оставаться свежим после трех раундов по пять минут. При такой оппозиции. Ну и уже празднуют победу представители команды Давида Хачтряна. Думаю, что делают они это не зря. Сухомлинова даже не хватает сил. Ну и конечно, не так уж и многое желание сейчас подходить к рэпере, чтобы увидеть, как поднимут руку Давида Хачтряна. А вот теперь Апрэнс. Да, очень красивый бой показал Давид Хачтрян. Кирилл Сухомлинов забрал первый раунд. Но потом вновь показал, что не зря, не зря он проиграл тогда Хачтряну. Превосходит его на данный момент армянский боец. И превосходил его два года назад. И появляется чемпионский пояс в клетке. Известный хоккеист-комбанк команды «Витязь» Джереми Яблонский. Поприветствуем его! Джереми Яблонский будет вручать этот пояс Давиду Хачтряну. До драки, я надеюсь, не дойдет. Со спины можно, кстати, Сергея Бадюка и Яблонский очень легко перепутать. Тот самый случай, когда я могу с полной уверенностью сказать, что идет этот элемент одежды человеку. Пояс чемпиона Pro FC в легком весе. Категория до 70 км.